Международный день бездомных животных учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных и рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Также этот день – хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота. В надежде найти дом обитателям приюта «Альва» съемочная группа нашей программы решила отметить дату фотосессии. Вместе с нашими коллегами и неравнодушными карагандинцами мы собираемся рассказать, откуда берутся бездомные животные и как им можно помочь. Принято считать, что бездомные животные – это какой-то отдельный вид, не имеющий к счастливым домашним котам и собакам никакого отношения. На самом деле домашнюю собаку от бездомной отделяет очень тонкая грань. Сегодня мы расскажем вам истории нескольких животных, попавших в приют с улиц Караганды. За каждым из них в определенный момент просто захлопнулась дверь. Собака осталась прежней, изменилось только одно – она теперь стала ничьей. Алабая по кличке Гром живет в приюте около полугода. Очень спокойный и терпеливый пес, сдержанный, воспитанный. Его так никто и не ищет, хотя пропажи такого гиганта сложно было не заметить. А в приют волонтерам пришлось забрать его потому, что он слишком пугал прохожих своими размерами и серьезной мордой. Его зовут Гром, это шикарный молодой парень. Мы забрали его из Пришахтинска, он бегал по Пришахтинску. Явно бывший домашний, по всей видимости, его выгнали. Всех пугал своим грозным видом, хотя собака очень спокойная, доброжелательная. Он ищет дом, да, он сможет жить в доме, возможно, он даже сможет жить внутри дома, потому что он очень воспитанный, не портит вещи, он не грызет будку, он приучен к выгулу. Он знает многие команды, то есть единственное, он много кушает. А в целом идеальный пес. Буяна – прекрасная тазы. Такая собака должна летать по степи, как птица. Но она уже несколько лет живет в приюте и ждет своего человека. Прежний владелец отказался от щенка-заморыша, потому что его нужно было лечить. Эта собака попала в наш приют совсем малышкой. Ее зовут Буяна, у нее был рахит и сломана передняя лапка. Соответственно, ее бросили, и вот сейчас она находится у нас, так как лечение было дорогостоящее. И хозяева отказались? И хозяева отказались от нее, да. Прилюд для бездомных животных. Из-за того, что информации об этом явлении не очень много, оно обрастает множеством мифов и заблуждений. Некоторые из них мы попытаемся сегодня развеять. Часть людей, сталкиваясь с проблемой бездомных животных, недолго думая, требует немедленно забрать всех хвостатых бродяг с улицы и разместить их в приюты. Такие люди считают, что создание большого количества приютов, в том числе и государственных, решит проблему бездомных животных. На самом деле это заблуждение. Люди, требующие решить проблему таким образом, обычно не думают о том, что происходит с котом или собакой после того, как животное, наконец, исчезает с улицы и перестает их раздражать или пугать своим неухоженным видом. Но животное по-прежнему живет, нуждается в еде, в лечении и уходе, требует внимания, расходов, требует расходов и постройка зданий, вольеров, подведения коммуникаций, эксплуатация и оплата коммунальных услуг. Для полноценного существования приюту требуются сотрудники, зоотехники, техперсонал, ветеринарные врачи. До сих пор государство не нашло средств для постройки в Карганде даже одного такого приюта, не говоря уже о его содержании и о содержании животных, находящихся в нем. А частные приюты, существующие при поддержке неравнодушных граждан, не в состоянии забрать не только всех животных, но даже тех из них, кто остро нуждается в помощи. Ведь когда количество животных на попечении волонтеров становится чрезмерным, окружающие начинают возмущаться, требуя ликвидации приюта, чье существование причиняет им беспокойство. Собирать ли всех животных в приюты, как этого требуют одни, или наоборот, полностью ликвидировать центры помощи животным, на чем настаивают другие? На самом деле истина где-то посередине. Прилюд для животных – это необходимый элемент современного города. Он предназначен для помощи животным, которые в силу объективных причин оказались лишены хозяйской заботы. К примеру, в связи с болезнью или смертью владельца, у которого не оказалось наследников. Или для спасения животных, пострадавших от природных пожаров, наводнений, других форс-мажорных обстоятельств. Но он не может и не должен обслуживать интересы безответственных, нерадивых или жестоких владельцев, как это сплошь и рядом происходит сегодня. Прилюды, неважно, содержатся ли они на средства налогоплательщиков или просто неравнодушных граждан, просто не в состоянии вместить всех брошенных, преданных, покалеченных владельцами животных. Не смогут вместить они и всех бездумно разведенных щенков и котят. Поэтому решение проблемы бездомных животных – не постройка для них бесконечных тюрем, а воспитание у людей ответственности и порядочности. Силами одних только волонтеров этот вопрос решить невозможно. Помогут разумные законы, установленные государством, и личные усилия каждого из нас. Помогайте животным правильно! Тея тоже домашняя собака, как и многие в приюте. Это питбуль, и бездомная она оказалась потому, что больше не смогла участвовать в собачьих боях. По количеству шрамов и рваных ран сравниться с ней может быть только какой-нибудь средневековый пират. Если бы она могла решать, то, наверное, выбрала бы для себя совершенно другую жизнь, полную любви и заботы. Этого грациозного питбуля зовут Тея. Она отказница. Не один раз участвовала в боях. Раны еще затягиваются. Но волонтеры смогли привести ее в чувство. Она уже более-менее адаптирована к людям, к животным, пока не подпускает себя и сама не подходит, не ладит. Хочет найти дом. Степа тоже питбуль. И оказался в приюте, потому что бывшие хозяева не знали, что собакой обязательно нужно заниматься. А когда поняли, что справиться не могут, то попросту от него отказались. Поэтому хорошим манером парня учили уже волонтеры. Они, в отличие от прежних владельцев, нашли время для собаки, несмотря на то, что кроме Степы в приюте еще более 500 животных. И сейчас он ищет ответственную семью. Степа тоже отказник Актея. Ему бросили хозяева. Поведенческие проблемы также имеются. Очень хочет найти себя нового владельца. Многие слышали такие пословицы сравнения. Пьет, как верблюд, навьючен, как верблюд, плюется, как верблюд. Все они не в лучшем свете характеризуют это прекрасное, являющееся олицетворением выносливости, силой и грацией животное. Неспроста слово «верблюд» произошло от арабского слова «красота». Природа наделила верблюда поистине уникальными качествами, о которых непременно стоит рассказать. Они превосходно приспособлены к жизни в засушливых регионах, там, где большинство других млекопитающих вряд ли выживут дольше нескольких дней. Вот у нас в зоологическом парке имеется четыре верблюда. Два самца, две самки. Ну, они некоторые здесь родились, предплод нашего зоопарка. Некоторых мы взяли обменом, там, купили обменом. Вот этот верблюд, например, в этом году взяли. Верблюды – травоядные, жвачные, млекопитающие, живущие в пустынях Азии и Африки. Пять тысяч лет назад людям удалось их одомашнить. С тех пор они верой и правдой служат человеку. От них получают шерсть, молоко, мясо. И раньше используют для перекачивания, чтобы груз таскали на них. Они – источник пищи, одежды и средства передвижения для большинства жителей пустыни. Они способны пересечь огромную пустыню, перенося на своих горбах тяжёлый груз и пассажиров. Вспомним караваны пустыни – Великий Шёлковый Путь. Верблюд несёт груз, равный половине своего веса. А самые сильные – столько, сколько весят сами – около 700 килограммов. Шерсть верблюда может защищать его от самого лютого мороза зимой. А летом отражает солнечный свет и защищает тело от высокой температуры. Копыта не проваливаются в зыбучие пески из-за уникальной формы. Верблюды могут питаться растениями, абсолютно непригодными для других животных. Например, верблюжьей колючкой, полынью, с аксаулом. Но и самое уникальное – верблюд может обходиться без воды до двух недель. Перед этим выпив 6-8 ведер за раз. А без пищи – до месяца. Причиной такой выносливости верблюда является состав крови. Эритроциты этих животных имеют овальную форму и могут двигаться даже при обезвоживании. В то время как эритроциты человека сталкиваются друг с другом. Ноздри верблюда способны возвращать обратно в организм влагу, которая испаряется в результате дыхания. Они же способны полностью закрываться во время песчаных бурь. Вопреки распространённому мнению, верблюды не хранят воду в своих горбах. Там в основном жир накапливается. За счёт этих жиров они могут там долгое время существовать без еды, без воды. Верблюды действительно плюются. Это связано с особенностью пищеварения. Делают они это в брачный период и чтобы защититься. Плевок верблюда чрезвычайно липкий и дурно пахнущий. Он реально может дезориентировать нападающего. В Северной Африке верблюд является священным животным. В Австралии их очень много. Некогда они были завесены туда для кавалерии, но с тех пор одичали и сильно расплодились. В Объединённых Арабских Эмиратах по особым случаям устраиваются верблюжьи бои. Специально для этого выводят и тренируют породистых верблюдов. В настоящее время в мире насчитывается чуть меньше 20 миллионов верблюдов. Мало их стало и в Казахстане. Сейчас уже меньше стало. Сейчас раньше, говорят, в Казахстане до 1 миллиона 200 голов было. Сейчас где-то около 160 тысяч голов. Зена – чистокровный боксёр. Она тоже отказник и тоже живёт в приюте. Оказаться ненужной – трагедия для любой собаки. Неважно, породистая ли она или беспородная. Ведь у сердца породы нет. Разбивается оно у всех одинаково. Данная красавица была… У неё были хозяева. Она была на самовыгуле. И в один из дней, когда она вышла в очередной раз на самовыгул, её сбила машина. Неравнодушные люди её отвезли в ветеринарную клинику, где была проделана операция. В дальнейшем нашли хозяев данной собаки. Но, увидев расходы, которые понесла клиника, и которые надо было, соответственно, оплатить, хозяева отказались от своего друга. На данный момент собака находится в приюте и ждёт новых хозяев. Измождённую испаниельку волонтёрам отдали владельцы. Беззубая и глухая собака жила на цепи и оказалась обузой для людей, которые собрались уезжать. Юся знала и хорошие времена. Об этом говорит её вытертый ошейник со стразами и привычки любимой домашней собаки. Что с ней случилось потом и как она попала на цепь, мы уже никогда не узнаем. Ну, об этой собаке я знаю то, что долгое время она жила на цепи. Бывшие хозяева сами попросили её забрать. К сожалению, скажем так, видимо, жизненные условия у неё были не очень. Она потеряла зубы и частично не слышит. Эта собачка у нас, к сожалению, тоже бездомная, и она ищет свой дом. Чем только не завлекают модные бутики, а делы женскими штучками. Магазины берут в счёт интерьер, заполняют стеллажи мировыми брендами. Но отличающимся от других будет тот бизнес, имеющий помимо продуманного дизайна и общеизвестной продукции, добрые помыслы. Магазин косметики «Хагью» выступает в защиту бездомных животных, сотрудничает с благотворительными организациями и только рад пушистым клиентам. Моня, которую знают наши зрители, и бывшая бездомная собака. Нынешнюю звёздочку телевидения легко пустили в магазин, чтобы помочь выбрать владельцу нужные уходовые косметические средства. Вообще сердце на самом деле замирает, когда что-то такое читаешь и хочется прям помочь. Но это было ещё до предпринимательской деятельности. А когда мы открыли бизнес, одна из целей, моё личное желание было масштабировать возможность помощи. И я ребятам предложила такую идею, как вы относитесь к тому, чтобы мы часть прибыли смогли спонсировать «Кот-кафё» и «Верный друг». Ребята меня поддержали, мой партнёр меня в этом поддержал, и у меня исполнилась мечта. Магазин помогает общественным благотворительным фондам с 1 июня. Средства с ежемесячных прибылей уже отправлены в организации. Пока Хагью оказывает поддержку «Кот-кафе» и «Верному другу». Не исключено, что в скором времени в списке появятся фонды, которым отдел, безусловно, желает помочь. Приобретя товар с наклейками и логотипами, клиент поможет тому или иному центру. Практически на всю продукцию магазина действует благотворительная акция. Покупатели оповещают, что продукт не только принесёт пользу лицу и коже, но и послужит подспорьем для фондов. А ещё Хагью участвовал в прошедшем Доброфесте. Принял роль одного из спонсоров фестиваля. Я туда даже с котиком приходила показать своего большинства. У меня своих трое, все трое бездомных были когда-то. Сейчас они добрые, холёные, счастливые. Просто хочется как-то заразить других предпринимателей, что бизнес – это очень здорово. Но когда есть у него какая-то добрая цель, мне кажется, это приносит в жизни какой-то смысл. В магазине есть уходовая и декоративная косметика от разных производителей, начиная с Южной Кореи, заканчивая Израилем. Магазин старается интегрировать в ассортимент мировые бренды. Каждому покупателю найдётся нужный и подходящий продукт. Можно встретить десятки помад различного формата и оттенков, палетки теней, уходовые средства для всего тела, многообразие парфюмов и аксессуаров. К богатому выбору несравнимым преимуществом магазина являются гуманные взгляды. Хагью – яркий пример того, что красота не требует жертв. При закупе косметики мы тщательно выбираем бренды, тщательно анализируем и просматриваем, какие бренды тестируют свою косметику, свои товары на животных. И отсеиваем это, потому что в нашем магазине мы придерживаемся политики, что мы не трогаем животных, наших младших братьев. Если красота, то она должна быть доброй, без жертв. Тестирование косметики на животных начали практиковать ещё век назад. С 1940 года опыты и тесты вошли в обиход. Их проводят для выявления химической токсичности, реакции организма путём воздействия на разные участки кожи, глаза, внутренние органы животных. Впоследствии несколько – медленная или моментальная гибель животного. «Четвероногие друзья нужны нам не для этого, а чтобы радовать нас и украшать мир своим присутствием». Погрузиться в доброжелательную и тёплую атмосферу можно, заглянув в мультибрендовый магазин косметики «Хагью», который находится по адресу улицы Нуркина-Абдирова, 26. Ознакомиться с ассортиментом и благотворительной деятельностью можно на странице Инстаграм. Минимуля – жертва хозяйского высокомерия. Её мама оказалась не такой породистой, как хотелось владельцам, да ещё и непонятно, от кого родила. Так и оказалась в приюте. Остальные щенки разъехались по домам, а самая крохотная из них – Минимуля, так никому и не придлинулась. «Насколько известно, собака попала в приют, когда была беременна, и, скажем так, хозяева, когда узнали, что она не чисто породная, они от неё отказались. То есть взяли сначала себе друга, а в итоге сказали, нет, нам такой друг не нужен, он не соответствует нашим, видимо, социальным статусам или ещё как-то, я не знаю. Она сейчас живёт в приюте. Да, красота? Как её зовут? Муля. Майла тоже была домашней, но к огорчению хозяев оказалась не Джек Расселом, а всего лишь помесью, да ещё и забеременела, и оказалась с малышами в коробке на дороге возле Актаса. Майла – прекрасный охотник на крыс и очень общительная, дружелюбная собака, но по-прежнему бездомная. К 19 августа, ко дню бездомных животных, была организована фотосессия. Её моделями стали неравнодушные карагандинцы, журналисты Пятого канала и собаки из приюта. Погода бушевала, но полностью отразила тематику съёмки, откуда берутся бездомные животные. На фотосессию мы направлялись, чтобы выяснить, как появляются животные в приюте, и увидели ответ своими глазами. Один из участников съёмочной группы заметил, как зашевелилась размокшая от дождя коробка на мусорной куче, и из неё полезли щенки. Люди отказываются от животных по-разному. Одни с мольбой глядя в глаза волонтёрам, другие, что бывает гораздо чаще, тихо и аккуратно подселив новых жильцов. К концу рабочего дня в приюте стало на шесть собак больше. Пока мы снимали фотосессию, в приюту кто-то подкинул в картонной коробке трёх маленьких щенков. Вот двое сейчас из них у меня на руках. То есть это беспрерывный поток бездомных животных, которые родились дома. Мы как раз об этом снимаем программу, и вот прям практически на наших глазах совершается то самое, о чём мы говорим. В коробке кто-то принёс и подкинул домашних щенков. Вчера, когда шла фотосессия в приюте, мы нашли ещё трёх щенков, которых оставили в сортировке, в корзинке. Просто добрые люди от своей, видимо, домашней собаки, потому что щенки очень упитанные, очень чистые. Достаточно будут крупные. Два мальчика, одна девочка. Ну и за вчерашний день у нас плюс шесть щенков. Спасибо добрым людям. В углу сидит. Вот пацан. И вот пацан. Ой, не ругайся. Вот она на уходочкой такая красивая. Сами не едят. Он скажет, южку филы. Уже в первые дни на содержание малышей уйдут десятки тысяч. Им необходимы еда, лекарства и прививки. Далее суммы будут с шестизначными числами. Вольеры и на территорию приюта к взрослым животным колобков выпускать нельзя. Нужен отдельный вольер, карантин, тёплая будка. И если щенки уже заражены, то это дополнительные заоблачные щита в ветклинике. Бездомные животные рождаются вовсе не там, где многие привыкли думать, а дома под тёплым боком домашней собаки и кошки. А потом отправляются в картонных коробках, в мешках, в пакетах в свою новую, часто очень недолгую жизнь. Поток бродячих животных будет бесконечным, если сознание людей останется прежним. Сегодня закон об ответственном обращении с животными запрещает владельцам избавляться от старых и больных питомцев. Но на днях депутаты парламента решили внести поправки и разрешить казахстанцам сдавать ненужных собак и кошек в отлов. Это вызвало возмущение людей, вынужденных заниматься проблемами брошенных животных сегодня. На полном серьезе депутаты собираются вносить закон об ответственном обращении пункты, которые позволят владельцам беспрепятственно сдавать своих животных в отлов по причине старости, болезни и прочим уважительным причинам, что, соответственно, противоречит гуманному принципу закона об ответственном обращении и превратит его в закон об обращении безответственно. Что означает эта поправка? Люди берут животное, наигрались, сдали в отлов, берут следующее животное, появились проблемы со здоровьем, сдали в приют, берут следующее животное. В этой цепочке про ответственность где? Где про ответственность? Ответственность, осознанность. Это наше будущее. Это будущее нашей страны. Почему мы об этом не думаем? Чему мы учим молодое поколение? На данный момент, по словам волонтеров, приюты забиты собаками и кошками, от которых отказались прежние хозяева. Но вместить всех отказников не могут и они. Поэтому число животных, оказавшихся без крыши над головой, все еще велико. А люди продолжают избавляться как от взрослых питомцев, так и от беспомощных малышей. Никогда в Казахстане не было такого, чтобы отказывались от больных и немощных. Мы никогда не сможем построить гуманное цивилизованное общество, если будем показывать своим детям такой пример жестокости. Это недопустимо. Много лет неравнодушные люди ждали закона, который бы призвал соотечественников к ответственности и научил бережному отношению к животным. Но если поправки будут приняты, о воспитании ответственности придется забыть. Я думаю, что проблема вообще в людях в первую очередь, безответственности людей, потому что берут животных и выбрасывают их потом на улицу. Это первая проблема. И я думаю, что даже это вопрос не к государству, это первый вопрос к людям я бы задала. Второе, то что разного рода собаки, ведь там породистые есть и бойцовские собаки, и они скрещиваются с другими собаками. Неизвестно, какая порода получается. На самом деле это опасность для окружающих, для людей, для тех же кошек, для тех же собак. Поэтому, с одной стороны, я вроде как за то, чтобы их все-таки отлавливали, но с другой стороны, я против того, чтобы над ними издевались и просто лишали их жизни, потому что мы не боги. Мы не можем решать такие вопросы. Я считаю, что если человек по каким-то причинам сам не может, допустим, да, то есть люди, допустим, которые могут взять себе, то есть, да, ну, как помощь, есть такие люди. Вот, но в данный момент у меня кошка, кот верни, и прощаться мы с ним не собираемся. То есть мы его держим, любим, ухаживаем за ним, поэтому, ну, я считаю, что тот, кто животных действительно любит, он никогда их не выкинет и не отдаст, там, мучить не будет, то есть животное. Если ему потребуется лечение, то он это лечение тоже окажет им. Ну, в приют можно, я считаю, лучше в приюте, чем на улице. Я считаю, что это, наверное, будет неправильно, то есть старых питомцев надо, по-хорошему вообще, хозяева должны их, наверное, отдавать и усыплять, я думаю. Ну, а в отлов, мне кажется, это бессмысленно. Почему? Ну, потому что больные старые питомцы заслуживают, наверное, просто хорошей смерти, чтобы их не отлавливали, жестоко не убивали, а просто усыпляли. У вас есть питомец? Да, конечно. Кто? Собака. Вот старый к нему придет, да, что вы делаете? Я отвезу его в, так, как называется, поликлиника для животных. Ветеринар? Да, к ветеринару и усыплю. Ну, это будет гуманно, я считаю. Я думаю, что это не гуманно и что нужно оставить животных хозяевам, чтобы они решали их дальнейшую судьбу, заботились о них и так далее. А вообще, вот старые животные, да, соваки, кошечки, он уже старый, что вот с ними делать? Если они домашние, то ухаживать за ними до последнего. Если они уличные, то отдавать их в приют, помогать им и просто ухаживать до последних дней. Как бы вы поступили? Я бы развесила объявление и постаралась бы найти хозяева или приют отдала бы. Вообще, так нельзя то, что выкидывать на улицу, там, вот это, вот сейчас какой-то вышел, вот за них надо оплачивать, типа, короче, годовой обслуживание, типа такое. Ну, если такое, давайте за птицу тоже будем отдавать, которые голуби, которые на улице, они просто летают, это их, они вообще, собственно, вообще просто так летают, здесь так смотрят, за ними тоже никто не ухаживает. А если то, что выкидывать там или что-то они умирают, просто надо ухаживать и все, ветеринару и отвезти, и все, то, что выкидывать, это вообще не положено. Неправильно. Почему? Ну, жалко же животных. Как бы это? Вы поступили? Ну, я, ну, отменил бы закон, то есть, если бы я был депутатом. Вообще, с животными так поступать нельзя? Да, нельзя. Почему? Ну, они, как сказать, у них есть душа там. То есть это очень плохо? Да, плохо, ну, больно им. Фотографии, сделанные во время съемок нашей передачи, будут размещены на выставке, о которой мы вам обязательно расскажем, и будут размещены на баннерах социальной рекламы в городе, потому что брошенные животные – это очень тревожный для общества знак. Знак того, что рядом с нами живут люди, способные на жестокость по отношению к тем, кто не может постоять за себя сам. Начался сезон отпусков, и наш конкурс для тех, кто решил отправиться в путешествие вместе со своим четвероногим другом. Неважно, куда вы летите или едете, идете или пешком, плывете или путешествуете на велосипеде, принять участие в конкурсе вы сможете, если снимете горизонтальное видео не менее 20 планов, в котором расскажете о том, куда вы отправились на поиски приключений, каким транспортом, что вам понадобилось для поездки и как она прошла. Пришлете отснятый материал в телеграмм на номер 8776-524-2211 с пометкой «Отпуск с питомцем». Заявки на участие принимаются с 10 июля по 10 октября, а в последний день октября мы подведем итоги конкурса, победители которого получат ценные памятные призы. Субтитры создавал DimaTorzok